Глава 36. Проклятие человека. Поздравляю вас, ребята! Начала урок Ольга Григорьевна. Все внимательно посмотрели на преподавателя. Сегодня короткий день, так как он последний в учебной четверти. С наступающим Новым Годом! Надеюсь, в Новый Год вы возьмёте всё хорошее, а плохие свои привычки оставите. В Новом Году вы будете лучше учиться, поведение станет примерным, и мы с вами не будем ссориться. Ребята оживились, настроение сразу же улучшилось, и в классе поднялся шум. Ольга Григорьевна тут же перешла к уроку, и все притихли. Бабушка немного удивилась, что ребята рано пришли, но встретила их, как всегда, приветливо. Дедушки в комнате не было. Ребята неловко переминались с ногу на ногу. «Он во дворе управляется», – сказала бабушка. «Хотите пойти к нему?» Ребята нашли дедушку в сарае. Он рубил и складывал дрова. Мальчишки очень обрадовались, что чем-то могут помочь. Работа шла весело. Управившись с работой, они спросили, что ещё можно сделать. Саша взял лопату и расчистил во дворике снег. Из курятника вышли несколько кур. «А можно мы их покормим?» Дедушка вынес миску с пшеницей, и ребята стали наблюдать, как куры клюют зёрна. Когда они вернулись в дом, бабушка уже приготовила обед. Борщ с хлебом, салом и чесноком. Настоящий пир! Дедушка попросил благословения на пищу, и они стали есть. Юра снова размышлял над молитвой дедушки. Удивительно! Он словно разговаривает с самим Богом. И так просто! За обедом дедушка рассуждал. Бог существовал, когда всё сущее только зарождалось. Он вечер. Он не имеет начала. Когда мы с вами рассматривали действия Божьи при сотворении мира, мы узнали, что Он всемогущий, вездесущий, всезнающий, любящий и добрый. Мы также знаем, что Бог свят и праведен. Он карает тех, кто против Него, и не повинуется Ему. А теперь мы также видим, что Он милостив и милосерден. Прочитай нам, Сашок, Псалом 144, стих 8. Милосерден и добр Господь, терпелив и полон любви. Милость и милосердие – два прекрасных слова. А что такое милосердие? – спросил Юра. Кто-то сказал, что милосердие – это когда нам делают добро, хотя мы его не заслуживаем. Милость – это доброта Божия, нисходящая на людей, не заслуживающих Ее. Это избавление нас от заслуженного наказания. Мы уже знаем, что Бог всегда наказывает за грех. Но в Своей великой любви Он обещал нам изменить положение, послав Спасителя, чтобы человека можно было освободить от заслуженного им наказания. Бог мог оставить Адама и Еву, умереть и нести вечное наказание. Они заслужили это, но Бог пообещал им Спасителя, который освободит их и все человечество от власти сатаны и приведет их к Богу. Бог милосерд и милостив. Хотя вы ничего не знаете о семье, вы не росли в ней. Я все же расскажу вам на примере семьи. Представьте себе парнишку. Отец запретил ему ездить на машине, но тот не послушался. Не справившись с управлением автомобиля, сын получил серьезные травмы. Отец, узнав о случившемся, немедленно отправился в больницу, чтобы быть рядом с ним. Сыну стыдно. Он боится даже посмотреть на отца. Он знает, что заслужил дневные упреки. Но вместо того, чтобы кричать на сына, отец проявляет о нем заботу. Он добр с ним. И хотя понимает, что сын должен быть наказан за непослушание, отец не говорит об этом. Он старается сделать все, чтобы помочь сыну поправиться. Отец проявляет милость по отношению к сыну, вместо того, чтобы наказать его по заслугам. Но Бог гораздо более любящий и милосердный, чем любой земной отец. Бог дал Адаму и Еве все, в чем они нуждались, когда сотворил их. Бог не обязан был делать так много добра для них. Но он так поступил, потому что он любящий и милосердный. Восстав против него, Адам и Ева заслужили гнев Божий. А как поступил с ними Бог? Не выдержал Юра. Он немедленно их наказал, сказал Славик. Нет, ребятки, нет. Будучи милостливым и милосердным, он пообещал послать Спасителя, чтобы освободить их от заслуженного наказания. Говоря о Божьей милости и милосердии, мы обычно противопоставляем их человеческому греху. Любовь Бога отражена в сотворении мира. Но мы видим милость и милосердие Бога и после того, как человек восстал против любящего его Господа. Прочти, Славик, книгу Бытье, главу 3, стих 16. И сказал Господь Бог женщине, я обреку тебя на муки во время беременности. Ты будешь рождать в муках и будешь вожделеть к своему мужу, а он будет господствовать над тобой. Извините, дедушка, начал Саша, вы только что говорили о милосердии Бога. Да, ребятушки, Бог милосерден и он справедлив. Давайте посмотрим, что о нем рассказывает Библия. Бог сказал Еве, так как она ослушалась его, она и все будущие матери будут страдания рождать детей. Ее муж будет господствовать над нею. А Адаму ничего не было, спросил Славик. А это мы сейчас прочитаем. Прочти нам стих 17 по 19, главы 3. И сказал Господь Бог мужчине, я запретил тебе есть плоды с того дерева. Ты же послушал свою жену и съел их. Из-за тебя я прокляну землю, и ты будешь тяжко трудиться всю свою жизнь ради пищи, которую родит земля. Земля родит для тебя колючки и сорняки, и тебе придется питаться дикими полевыми растениями. Ты будешь тяжко трудиться до самой смерти, в поте лица добывать себе пропитание, а потом вновь обратишься в пыль, из которой я тебя сотворил. Адам поступил глупо, послушавшись Еву и ослушавшись Бога. Адам знал обо всем, что говорил ему Бог. Но он предпочел последовать предложению Евы, а не исполнить волю Божью. Насколько изощренно действует сатана, чтобы заставить нас поверить ему, а не Богу. Мы должны верить Богу, а не людям. Сатана часто лжет нам посредством других людей. Он старается сделать свою ложь привлекательной. Вы помните, наш первый урок был посвящен непререкаемому авторитету Библии. Мы должны постоянно помнить о том, что Слово Божие было написано для того, чтобы мы знали его, чтобы мы знали то, что правильно. Бог – высший авторитет. Никто не может быть так же мудр, как он. Ева решила проверить, мудрее ли сатана Бога. Адам сделал выбор, как ему жить. Последствия грехопадения Адама и Евы достаточно серьезны, чтобы побудить нас внимательно прочесть Библию, изучить, о чем она повествует, и поверить тому, что Бог говорит нам в Своем Слове. Послушав сатану, Адам и Ева попали к нему в западню и ослушались Бога. Поэтому Бог сказал, что с этих пор земля будет проклята. До того, как Адам согрешил, он заботился о саде. В нем все росло, но не требуя от Адама особых усилий. Не было сорняков и вредных насекомых. «Мы летом собираем колорадских жуков», – сказал Юра. Это последствия непослушания Адама. Потому что после согрешения Адама Бог проклял землю. Появились сорняки. Труд Адама стал изнурительным. Все плохое в мире существует как результат неповиновения Богу. Сатана и его последователи ослушались Бога и теперь скитаются по земле. Когда же ослушивается человек, его грех повлияет на все сотворенное Богом. «А почему человеческий грех отразился на всем сущем?» – спросил Саша. «Бог сотворил землю для человека. Бог любит человека и не просто сотворил пригодным для его вещи, но сделал их прекрасными и дал все в изобилии. А человек отверг любого Бога. Из-за этого окружающая среда перестала быть совершенной. Мы живем в мире, до сих пор страдающей от проклятия. Мы сталкиваемся с болезнями, болью, слабостями, страданием при рождении детей, сталкиваемся с тяжелым трудом, сложными погодными условиями, вредными насекомыми, сорняками, печалью, горем и смертью. Ничего из вышеперечисленного не существовало до грехоповедения Адама и Евы. Бог дал им совершенное место для житья и хотел, чтобы они всегда жили в совершенной гармонии с Ним. Но человек восстал против Бога, и это повлекло за собой гибельные последствия, от которого мы страдаем по сей день. Бог сотворил Адама из праха земного, так как Адам согрешил, Бог сказал ему, что тело его должно умереть и вернуться в землю. Сотворив Адама и Еву, Бог не намеривался сделать их смертными. Наказание за грех смерть, не просто физическая смерть, а вечное отлучение от Бога и вечное наказание в Огненном озере. Я думаю, что вам лучше показаться в интернате, что вы не потерялись, а потом снова прийти. За это время вы и головы ваши немного отдохнут. Сложная эта тема, ребятушки. Поэтому я и повторяю снова и снова, чтобы вы хорошо уразумели. Ну бегите, а мы с бабушкой пока приготовим вам вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok